Добро пожаловать на фестиваль Манны, который ведет международный евангелист, учитель и автор Перри Стоун. У вас есть уникальная возможность узнать пророческие и практические истины. Пора насладиться свежей манной, поэтому готовьтесь получить благословение и ободрение. Итак, встречайте вашего ведущего и учителя Перри Стоуна. Я хочу поделиться посланием «Тайна последних родовых мук». Откройте 24 главу Матфея. Иисус Христос раскрыл эту тему на Елеонской горе. Я покажу вам, где это было. Здесь Елеонская гора, здесь Кедронская долина. Вот восточные ворота. Возможно, Христос сидел наверху Елеонской горы, и он видел не только эти ворота, но и видел верх самого храма. Здание храма было сделано из белого известняка, напоминавшего мрамор. Верх храма был обложен золотом. Он назывался «золотой короной», блеск которой отпугивал птиц. Солнце поднималось и нагревало белую часть храма Ирода. Его сравнивали со снежной горой. Солнце нагревало золотые листы, покрывавшие храм, и блиставшими ярким блеском. Храм имел величественный вид. Белые колонны и мраморные полы. Это было одно из красивейших зданий на земле. Апостолы восхищались красотой храма, сидя на Елеонской горе. С этой горы Иисус вознесся в первой главе «Деяния апостолов». Согласно Захарии, он вернется на эту гору. На горе сжигали рыжую целицу. У меня есть проповедь об этом. Это 19 глава чисел. Это было после постройки храма. Итак, наш Господь Иисус Христос молился в Гефсиманском саду подножия Елеонской горы. Помните о подножии горы, о Гефсимании, о склоне и о Верке? Христос поворачивается спиной к Иерусалиму и идет туда. Он видит великолепную иудейскую пустыню вплоть до Мертвого моря. Запомните этот образ, который важен для этого события. Ученики восхищались храмом. Они сказали Христу, посмотри на этот потрясающий храм. Он сказал, здесь не останется камня на камне. Все будет разрушено. В 24 главе Евангелия от Матфея мы видим, как узкий круг последователей Господа, Иисуса Христа, спрашивает его, когда произойдет все это. Учитель, какой признак твоего прихода и конца мира? Есть три греческих слова для слова переведенного. Здесь как мир в этой главе Евангелия от Матфея. Мы обсудим все три. Есть перевод по-лучшему. Учитель, какой признак твоего прихода и конца века? Это правильный перевод данного стиха. Здесь слово «век» имеет отношение к ситуации, когда земные власти прекратят существование. «Наступит царство Мессии, обещанное Давиду, и воцарение в Иерусалиме». Бог исполнит обетование, и Христос воссядет в Иерусалиме и будет править там тысячу лет, согласно Откровению. Этот храм описан в нескольких последних главах Иезекииля. Все эти события — это подготовка к будущему. И вот первый вопрос. Когда будет уничтожен храм Ирода? Это будет знак его прихода. Ученики не просили у него знамени. Они просили лишь один знак. Кстати, мы поговорим о смысле того, что указывает на приход Иисуса и на конец века. Конец века — это время его возврата. До того, как мы разберем 24 главу Евангелия от Матфея обстоятельно, мы с вами поговорим о 8 стихе. Это главный стих. Он говорит о войнах, слухах о войне, голоде, чуме и землетрясениях. Итак, Господь Иисус Христос говорит в 8 стихе о том, что все эти события произойдут в одно и то же время, в годы жизни одного поколения. Итак, все эти события — начало скорби. На протяжении этих лет многие заметили мое толкование слова «скорби». Оно встречается в Библии короля Иакова. Важно отметить, что перевод короля Иакова, который сам король не переводил, вышел в начале 17 века. Так, в то время перевели слово «родовые муки». Новые переводы говорят о родовых схватках. Это точный перевод. Это слово значит «родовые схватки». Сейчас я расскажу вам о наших дальнейших действиях в исследовании темы о родовых муках. И мы заведем дело, подобно суду. Сейчас мы поговорим о родовых муках, которые наступают после 9 месяцев беременности. Святое Писание говорит, сначала материальные, а потом духовные. Роды состоят из опущения, поворота и прорезывания. Это из учебника. Духовные роды состоят из этих же процессов. Опущение — это смирение перед Богом, а поворот — это покаяние. Прорезывание — это появление нового творения и видение Бога в духе после его принятия. Это рождение свыше. Таким образом, важно отметить следующее. Процесс родовых схваток, или лучше сказать так, «Время процесса рождения ребенка состоит из трех периодов». Итак, в общем, это три... Три места. Я не доктор, но я прочитал об этом в справочнике, поэтому не переживайте об этом. Таким образом, каждый из триместров состоит из трех месяцев. Все знают о том, что все начинается с зачатия. Жизнь нового человека зарождается тогда, когда семя мужчины и циклетка женщины встречаются. Итак, зарождается жизнь в материнской утробе. Эмбрион очень маленький. На ранней стадии женщина ничего не чувствует. Время идет, и начинается процесс роста плода и растягивания мышц и кожи на животе. В последней части третьего триместра начинаются родовые схватки. Ложные родовые схватки, и рождается ребенок. Недавно у меня родился внук, у меня вообще два внука, но мы не будем отклоняться от темы. Во-первых, сегодня мы с вами порассуждаем о родовых схватках и о том, как это происходит. Мы разделим этот процесс на три части. Вы удивитесь, когда я покажу вам, что прямо перед концом начнется настоящая проблема. Дело в том, что многие не видели этого. Я учил об этом раньше, но не так, как сейчас, так что не переключайтесь. Так что же такое конец времен? Конец времен — это отрезок времени, о котором Библия молчит. Бог не говорил о его продолжительности в Писании, о том, сколько будет длиться этот период. Однако Господь даст Свои знамения в период под названием «Конец времен», или же «Последнее время». Знамения. Они привлекают внимание. Знамения обращают наше внимание на что-то. Если не веришь в знамения, то подумай о знаках. Попробуй подойти к двери, где висит табличка «Злой питбуль». Я не хочу туда стучать. Есть и такая табличка «Не проходить владелец оружия». Только сумасшедший человек будет ломиться туда. Знаки привлекают. Например, знак «Стоп». Когда мы мчимся мимо него, то мы говорим «Ой, я проскочил мимо». Когда вы едете, но не пристегнулись, то, видя полицейского, вы вспоминаете о ремне. Обычно я быстро дергаю ремень и улыбаюсь полицейскому. Вы делали так тоже. Так что мы все виноваты. Я хочу сказать следующее. Конец времен — это земной период перед возвращением Христа, когда будут события и знаки, которые привлекут внимание людей и докажут достоверность Священного Писания, тем, кто не верит Богу. Это пророческие знаки конца времен. Они есть и в Библии. И разные пророки говорят на разные темы. Я расскажу о трех вещах. Наступит конец. Наступит конец. Это не будет конец мира. Это неправильное, искаженное понимание дают старые книги и кинофильмы. Мир не кончится. Скорбь придет на землю и принесет бедствие. Иисус вернется на планету и будет править тысячу лет. Это будет царство мира. Люди и животные будут жить в мире. Исайя говорит о столетних людях. Так говорит слово. А пока мы поговорим о другом. Когда придет конец падшему миропорядку на земле, тогда царства этого мира перестанут существовать. Святые и ангелы Господа будут управлять тысячелетним царством. Они придут в этот мир и будут править тысячу лет. Это вторая глава книги Даниила. Царь Новохудоносор увидел видение о металлическом идоле. Мессия в образе большого камня разрушил истукан из металла. Идол разлетелся на куски. Иисус победит всех своих врагов и станет единственным царем мира. Нет никого выше Христа, царя царей. Во-вторых, в первом послании Коринфянам Павел говорит такие слова. Затем наступит конец. Итак, друзья, затем наступит конец. Конец наступит тогда, когда Отец передаст царство Иисусу, который повергнет всех врагов себе под ноги. Во время Своего возвращения Христос не будет рассыпаться любезностями. Он будет править железным жезлом и захватывать царство мира. Когда Христос встанет на Илеонской горе, Небесный Отец отдаст царство Своему Сыну. Сын станет править в новом царстве. Это будет настоящее, видимое царство, а не только духовное, как сейчас в Библии, в Евангелии от Матфея. Написано о том, что жатва будет при кончине века. При кончине века. Здесь жатва является символом завоевания душ людей. Это люди, идущие в царство Бога. Люди рождаются свыше, спасаются, обращаются ко Христу. Все это означает одно и то же. Когда придет жатва душ, люди будут спасаться повсюду. Мы знаем, что жатва происходит через интернет. Конец века уже приближается. Скоро мы поговорим о 24 главе Евангелия от Матфея. Евангелие возвещается народам, и затем наступит конец. Поговорим о пророческих знаках. Мы поговорим о трех триместрах. Таким образом, знамения разделяются на те, что происходят до скорби, уже сейчас. Они уже происходят долгое время и могут длиться месяцами, годами и даже десятилетиями. Это знаки до скорби. Излияние Святого Духа — это знак события до скорби. Евангелие проповедуется по всему миру, всем народам. К тому же опасные времена печали придут. Это можно понять как знак до скорби. Мы не будем разбирать их все. Затем есть знамения и знаки, сбывающиеся от начала и до конца периода скорби. Это знаки из откровения о будущих астероидах и страшных землетрясениях и других судах и напастях, которые пошлет наш Господь Бог на землю. Затем наступят знаки в конце периода скорби. Бог вернется на Масличную гору, дьявола свяжут на тысячу лет, а Сын установит царство и будет судить народа. Те, у кого будет знак зверя, не будут править тысячу лет, их уберут с земли. Итак, я разделю эти знамения Библии на три части. Знаки до скорби, знаки во время и после скорби. Знаки до, во время и после скорби. Есть знаки до скорби. Мы читаем о знаках до скорби у Исаии, у Иезекииля и у Даниила. Также мы читаем о них у малых пророков, у Малахии и Осии. Потом мы переходим к Новому Завету. Это 24 глава Матфея. 13 глава Марка и 17 и 21 глава от Луки. Эти главы в Евангелиях говорят о знаках. Большинство из вас знает, что есть четыре Евангелия. В них вы прочтете слова нашего Господа Иисуса Христа о том, что будет до разрушения храма, и о том, когда это будет. Это знаки до разрушения храма. Каковы знаки твоего прихода? Это знаки до скорби. К ним Иисус добавил знаки периода скорби. К тому же, в конце Иисус вернется со святыми с небес. Это есть в книге Иуды. Эти люди будут с ним. Эти 10 тысяч человек будут судить вместе со Христом. Это будет небесная армия на белых лошадях. Это мы. Итак, в конце века будет проявлено три вида знамений на Земле. Знамения до скорби, знамения во время скорби и знамения после скорби. Есть еще три периода, и вот они. По-моему, я частенько рассказывал вам о том, что произошло в Найробе. Джон Сиблинг работал с Доном Маккини в Большой церкви в Африке, где мы проповедовали каждый год. У него была книга. Он поступил в ЛСЮ и получил образование. У него была книга, приобретенная там. Они продавали старые книги. Я хотел бы побывать там. Дело в том, что эту книгу написал верующий некий Уотсон. Это пророческая книга. Он дал ее мне почитать. Между прочим, я проповедовал в Африке в те дни. Я читал книгу, и я постился. Этот профессор 19 века процитировал в книге только Священное Писание. Опираясь на Писание, он доказал три вещи. Он сказал, для того, чтобы Христос вернулся, я приведу цитаты о будущем. Книга изобиловала цитатами. Итак, Уотсон сказал, «Во-первых, Палестина — это неверное название данной земли. Палестину отдадут евреям и назовут Израилем. Все дело в том, что в пророчествах Писания пророки никогда не видели Палестину. Они видели Израиль. Это правда». Во-вторых, для того, чтобы Мессия вернулся, нужно, чтобы сбылся стих из 101-го псалма, из стихи Захарии о Иерусалиме и его последних днях евреях. Евреи должны быть в столице, в Иерусалиме. В 1888 году Палестина существовала, а Израиль нет. А Иерусалим был под властью Атаманской империи. Евреи жили там тогда, когда там властвовали турки. В 1517 году они захватили Иерусалим. Он написал книгу, но ему никто не поверил. Вот третья мысль Уотсона. Он говорил о периоде до возвращения Христа и приводил несколько цитат из Исаии и Иеремии. Там говорится о том, что однажды евреи вернутся из языческих наций на землю Израиля. Иерусалим будет их столицей. Когда вы увидите это, то Господь вернется именно тогда. Люди спорили с Уотсоном и говорили, у евреев нет своей земли, прав и завета. Христианская церковь заменила Израиль. Христиане сменили евреев. Он опроверг их. 11 главой послания к римлянам. Простите за резкость, но я и бил считаем богословие замены Израиля демоническим учением. Оно устраняет завет Бога, заключенный с Авраамом. Вам не уничтожат свечные заветы Бога. Какая разница, о каком завете вы читаете? У нас есть радуга, потому что Бог заключил завет о том, что он не уничтожит землю водой опять. Настоящая заветная теология. Это твердое учение о заветах из Библии. Итак, вот что я хочу сказать всем этим. В 1948 году возник Израиль. В 1967 году Иерусалим стал столицей Израиля. Евреи начали возвращаться из северной страны в конце 80-х. Они возвращаются малыми группами. Я не назову число вернувшихся, ведь у меня нет точных сведений под рукой. Сотни тысяч евреев вернулись из северной страны из всех наций в Израиль. Итак, это три знамения, упомянутые в Библии. Они уже исполняются. Они показывают нам на то, что Господь Иисус Христос вернется на землю однажды. Давайте поговорим о возрождении Израиля. Пророк Исаия сказал, кто слыхал таковое? Обратите внимание, кто видал подобное этому? Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в один раз, как Сион? Едва начал родами мучиться, родил сынов. А теперь внимание. Холокост. Это третий триместр родовых мук для еврейского народа. Ничего подобного еще не было. Шесть миллионов евреев было убито. Согласно книге пророка Исаии, боль третьего триместра родилась из этой боли. Это Израиль. Это страна, куда возвращаются евреи, и Иерусалим — это ее столица. Пять основных знамений, о которых рассказывают евангелисты и пророки, исполнятся при возвращении нашего Мессии и Иисуса. Номер один — это естественные знаки. Это 24 глава Евангелия от Матфея. И 21 глава Евангелия от Луки. Наступят землетрясения. Строка «Ореве морских волн» означает «штормы и цунами». Люди увидят естественные природные знамения, потопы, штормы и землетрясения. Номер два — космические знаки. Это 8 глава Откровения и 24 Матфея. Также об этом говорит пророк Старого Завета Исаия. Это астероиды, падающие на Землю. Несколько раз я говорил о звездах, падающих на Землю, согласно Евангелию от Матфея. Знамения на Солнце, на Луне и звездах. Люди верят в то, что это солнечные и лунные затмения. Я с ними согласен. Есть природные знаки на Земле и космические. Когда все это начнет происходить одновременно, то это указывает на возвращение Христа. И это радует. Мне нравится учить о знаках в Израиле в рамках передачи. Мне пришлось учить и наблюдать годами за ними. Я был в Израиле почти 40 раз. Знаки в земле Израиля доказывают достоверность пророчеств. Вы знаете, что первые 8 стихов 35 главы книги пророка Исаии сбываются прямо сейчас? Пока не смотрите их. Пустыня расцветет, как роза. Вода пробьется из-под земли. Я видел это. Иерусалим будет восстановлен, и потом Бог придет во славе своей. Иеремия говорит о возвращении евреев. Пророк Исаия говорит о цветении и плодах Израиля. Это происходит прямо сейчас. Эти знаки сбываются в Израиле. Я скажу так. Все это происходит на протяжении 25 лет, и эти знаки удивляют своей грандиозностью. Знаки в церкви. Это лже-пророки, лже-учителя и обольщения. Это излияние духа и проповедь Евангелия. Об этом говорится в Евангелии от Матфея и в Деяниях. Будет великое излияние духа на сынов и дочерей, а также видение и сны. Вы рады этому? Вы сидите дома, и я не вижу вашей реакции. Поэтому можете похлопать Богу и закричать Ему «Аллилуйя!». Давайте сделаем это вместе, поаплодируем Богу и скажем «Аллилуйя!». Вы собрались в количестве пяти-шести человек, а может, вас пятнадцать? Соблюдаете дистанцию. Это замечательно. Представьте себе, что все это происходит. Природные космические знаки. Знаки в Израиле и в церкви. Также знамения среди язычников, о которых говорят редко. Это войны и сплетни о войнах и коалиции народов, описанные у Иезекииля. Есть пророчества об Иордании в книге Даниила. Есть пророчества о Египте, пророчества о Сирии и Персии. Священное Писание говорит о том, что Дамаск будет уничтожен. Некоторые считают, что это будет сброс бомбы. Я верю в то, что это сбудется скоро. Это библейские пророчества о язычниках, которые исполнятся так же. Теперь вы можете получить доступ к новому ресурсу Пэристоуна — Пророческому саммиту 2020. Пророческий саммит 2020 был снят на студии «Голос евангелизации». Вы услышите 8 актуальных пророческих посланий от Пэристоуна и Билла Клауда. Он доступен в наборе из 8 DVD или 8 аудиодисков. Этот сборник поможет вам и вашим близким разобраться с важными вопросами, актуальными в этот момент истории. Вот что вы получите, когда сделаете заказ. Какие события связаны с воскресением мертвых в последнее время? Пэристоуна следует этот феномен в теме «Раскрывая код Маранафа» — «Как победить силу Царства Тьмы и высвободить силу Царства Божьего». Билл Клауд рассмотрит этот вопрос в учении «Тайна разрушителя» — «Царства Небес и Царства Тьмы». Описывает ли Библия продвинутые военные технологии, которые уже есть у некоторых стран? Вы узнаете об этом учении Перри, будущие атаки ЕМП и апокалиптические пророчества. Утратили ли христиане контакт с важным духовным наследием, которое проявлялось в жизни библейских патриархов? Билл Клауд призывает вас вернуться к этой исторической связи в учении «Фактор Иосифа». В учении «Грядущая война Гога и Магога» и файл «Иезекииля» Перри Стоун расскажет как символическое описание войны в книге «Иезекииля» может исполниться в последние дни. Билл Клауд исследует битву, которую упускают большинство учителей между Израилем и потомками другого древнего народа в учении «Война в Едоме». Раскрывая параллели между историей Еноха и описанием Второго пришествия Иисуса, Перри поделится своим учением «Шифр Еноха» — «Будущие космические знамения» — «Возвращение Христа». И напоследок в послании «Тайна последних родовых сваток» Перри Стоун расшифрует пророческие знамения, связанные с Израилем, природой, космосом, церковью и язычниками. Тысячи зрителей присоединились к Перри Стоуну и Биллу Клауду на этом мероприятии, и теперь вы тоже можете побывать на пророческом саммите. Закажите этот актуальный сборник пророческих учений на нашем сайте или позвоните по номеру, который видите на экране. Вы также можете связаться с нами, написав по адресу, который видите на экране. Попросите предложение 20PS1 за пожертвование в 60 долларов или DVD. Ваша поддержка позволяет нам проводить мероприятия и нести Слово Божие людям всего мира. Спасибо! Мы с нетерпением ждем ваших звонков. Я знаю, что вам понравилось это удивительное учение Перри Стоуна. Никто не преподает Библию так, как Перри, и тем более из Израиля. Кстати, я знаю, что многие из вас хотели бы отправиться с ним в этом году в ежегодную поездку по Израилю, где он снимает большую часть выпусков фестиваля Манны. Вы не только насладитесь туристической стороной Израиля, но и получите личное внимание Перри, а также услышатся его невероятные учения. Обязательно запишитесь на эту поездку. Он подготовил новые уроки и учения для поездки в Израиль в этом году. Раз уж мы вспомнили учения Перри, то вам стоит воспользоваться предложением этого месяца и заказать учения пророческого саммита, которые подготовили Перри Стоун и Билл Клауд. У них получился очень динамичный дуэт. Они расскажут вам о библейских пророчествах и актуальных событиях. Мы бы хотели донести эти материалы тем людям, которые любят изучать глубины Слова Божьего. В мире есть много хороших учений, но лишь немного углубляются так серьезно в Слово, раскрывая глубины и красоты пророческих слоев Писания. Перри Стоун приглашает вас в тур по Израилю в 2020 году, который пройдет с 23 ноября по 2 декабря. Вы также сможете посетить Петру в Иордании. Звоните по номеру, который видите на экране, или заходите на наш сайт, адрес которого указан на экране, чтобы узнать больше, а также зарегистрироваться заранее. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»